Новый день спешит в рассвет. Новый день подарит тебе мне. Тёплый след в душе твоей. Новый день пришёл, открывай скорее. Доброе утро, друзья. В эфире телеканала «Новый день» в студии Евгения Калугина и Павел Мехов. Сегодня вторник, 10 января. Ну, слушай, после вкуса праздников даже уже пропало. Ну, что загрузить в голосе, Женя? Ну, тем более, у нас развлекательная программа, да и поводов для праздника найдётся. Ну-ка, расскажи, какие у нас там праздники сегодня. С удовольствием расскажу. 10 января – День инженера военно-морского флота России. Праздник этот берёт начало своей середины 19 века. И российский флот всегда в почёте. И сегодня по этому поводу у нас в студии будет гость. Но с ним мы вас познакомим чуть позже. А какие-нибудь весёлые праздники есть? Есть, конечно. 10 января – День обучения танцам пингвинов. Представляешь, какой праздник? Я представляю. Я это видела. Знаешь, каждый раз в метро, в московском метро, в час пик – это вот танец пингвинов. Давай представим, как могли бы отмечать этот праздник в России. Ну, наверное, как-то весело танцевать в стиле пингвинчика. А может, катались с горки бы на животиках-то? Возможно, и так. Ну, а давай после программы и порепетируем. Слушай, у меня вопрос. Ты себя считаешь своеобразным человеком? Ну, я себя считаю необычным человеком, но, пожалуй, что не странным. Ну, тогда не знаю, твой праздник сегодня или твой, но 10 января – День своеобразных людей. Так что будем отмечать. Ну, я очень необычный человек, поэтому, пожалуй, что отметим. Также 10 января значится в календаре как «домочаться в день». Это дата из народного календаря. В старину именно в этот день собирались все домочаться за одним большим столом и праздновали Рождество. Поэтому по-другому этот день называют «Рождественский мясоед». Да, рождественский пост позади, и мы с удовольствием поздравляем всех, кто чтит православные традиции. С праздником вас! Ну, все, вижу легкую улыбку на твоих устах. Так здорово! Ну, раз ты заметил, тогда я продолжу называть именинников сегодняшнего дня. Прошу и внимательно слушаю. Да. Известная российская актриса Валентина Теличкина отмечает сегодня свой день рождения. В 2009 году ей присвоено звание «Народной артистки России». И мы ее знаем по ролям в таких сериалах, как «Бригада», «Большие девочки», а также в кинолентах советского времени «Пять вечеров» и «Не может быть» и «Начало». Также Константин Самоуков, талантливый и очень харизматичный актер театра и кино, сегодня получает признание от своих друзей, родных и близких. Ну, и мы его знаем по таким фильмам, как «Август 8-го», «Елки», «Хирургия», «Территория любви». Ну, а мы по традиции поздравляем всех именинников сегодняшнего дня. Сибирского вам здоровья, удачи во всех начинаниях и счастья! Доброе утро! Мы напоминаем всем, кто только присоединился к нам. Это программа «Новый день» на телеканале «Актиз». Здравствуйте! Здравствуйте! И сейчас у нас на очереди самая энергичная и самая спортивная рубрика «Энергия жизни». Приводим в свой организм порядок после длительных выходных. Ну и как это сделать безболезненно, нам расскажет Оксана Малых. Смотрим! Доброе утро! «Энергия жизни» и «Новый день» снова с вами. Я думаю, все очень хорошо отдохнули в эти каникулы и готовы работать. Чтобы не было тяжело втягиваться в рабочий режим, первое расскажу, какие не надо делать ошибки. Если вы съели три тазика салата, пять килограмм тортов, либо там 133 пельменя, не надо сразу ломиться куда-то в зал, либо одевать много одежды и бежать на улицу. Организм отдохнул, он переел, но это не страшно. Первое. После недели каникул вы плавно втягиваетесь в режим. Для этого вы делаете небольшую зарядку, чтобы организм вспомнил, как двигаться. Немного размяли суставы, немного пошевелились, не давайте сразу большую нагрузку. Не надо убегать на полтора часа на дорожке, либо в лес куда-то далеко, потому что сердечная мышца, она тоже постепенно втягивается в работу, и ей надо размяться. Все наетые калории, они будут уходить, но не сразу. То есть то, что вы наели в праздники, оно слетит буквально за две недели, потому что это задерживается вода, и она выйдет, когда вы вернете свой обычный режим. Не надо голодать. Если вы много ели, не надо сразу говорить, ой, все, я съела на неделю вперед. Ничего подобного. Чтобы пищеварение было стабильное, в праздники ели много, возвращаясь в свой обычный режим, все лишнее, оно уйдет само. Организм очень умный, от лишнего он избавится сам, не надо его перегружать. Сейчас мы с вами вспомним, как, в принципе, делать зарядку. Начнем с самых элементарных движений сегодня. Ходим на носочках, у нас разминается голеностоп, икроножные мышцы, также включается в работу спина. На пяточках. Если вы дома, лучше делать это босиком. Чтобы размять колени, мы делаем небольшой подсед и начинаем шагать. Вперед, в сторону, назад. Отработали с одной ноги, встаем на другую ногу. После того, как мы размяли колени, мы переходим на спину. Спина у вас залежалась за праздник, и мы ее разомнем. Делаем легкие наклоны. Вниз вдох, пресс напряжен. Все движения плавные, никуда не торопимся. Далее, переходим с вами на коврик. Начнем с положения в планке. Встаем в планку, руки на ширине плеч, кисть четко под плечом. Ноги ставим шире плеч, таз у нас стабильно, никуда не смещается. Здесь у нас статики работают плечи, и за счет динамической работы хорошо подключается к корпусу мышцы стабилизатора. Делаем 10-12 повторений и переходим в положение на четвереньках. Здесь мы продолжаем укреплять корпус. Вытягиваем руку-ногу по диагонали и соединяем. Здесь у нас работают плечи, тазобедренный сустав. Когда в нижней точке делаем скручивание, у нас хорошо напрягается пресс. Вытягивая ногу, мы не проваливаем спину. А когда скручиваемся, стараемся именно дотянуть прессом. Спину чуть округляем. Я думаю, для первой зарядки в этом году вам хватит. Дальше мы уже начнем более серьезно разминаться. И мы снова в эфире. И не переключайте канал, потому что к нам пришел просто замечательный гость. Это ветеран ВМФ Александр Юрьевич Огорелышев. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Здравствуйте, с праздником вас, во-первых. Вас также. С прошедшим Новым годом. Ну и, конечно же, с вашим профессиональным, заслуженным. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы служили, в каких именно войсках, где проходили службу? Ну, сначала я служил в срочную службу морской авиации на косе Фришнерунг. Вот. И был техником по обслуживанию летающих лодок Б-12. Угу. Те самые амфибии. Те самые амфибии, да. Был механиком по приборному и кислородному оборудованию. Это очень ответственная работа, вообще-то говоря. Я служил там полтора года. И получил удовольствие этой службы, хотя бы потому, что ни одного замечания по поводу отлетчиков я не получил. Хотя оборудование было серьезное и без, допустим, авиагоризонта. Он просто не ориентировался в воздухе. Вот. И малейшая поломка – это было бы ЧП, конечно. Ну, это так, мягко сказано. Но как же вам так удалось? Наверное, негде же было набраться опыта перед вот таким боевым прохождением службы. А вы знаете, значит, у меня папа, он, будем говорить, прошел всю войну, блокаду и так далее. Он все время говорил так, что каждый человек, который живет у нас в СССР, в России, он обязан, я имею в виду мужского пола, он обязан защитить свою родину. Не только, когда ему скажут сверху, но и внутренне быть готовым к этому. И поэтому я был, в принципе, готов, и для меня это не составляло особенно таких нюансов – прийти, служить и так далее. И где-то через полтора года я пришел к мысли, что я буду военным. Окончательно, да? И учитывая то, что папа был у меня торговым моряком, он говорит, вот, давай в училище, не простое училище, а училище такое, инженерное, да, чтобы ты получил и образование, и, соответственно, менталитет, тот, который любили и любят в Питере, в Ленинграде, да. В Ленинграде всегда обожали моряков, просто обожали. Мы в училище удивлялись количеству девушек, которые приходили в Адмиралтейство, по 300 человек на танцы, по 300 человек. Мы просто, вот. А потом, в общем-то, раскусили, что, в общем-то, везде пропускают без очереди, и все остальное. Нам это нравилось. Мы там балдели, особенно 4-5 курс, ой, страшное дело, и все. Но сама по себе морская служба, то есть мы были курсантами в тепличных условиях, естественно, а когда попали уже на флот, вот тут началось это самое интересное. Вот от тебя там требовалось вот то, что, так сказать, я всегда подозревал, чувство коллективизма. Умение подавить себе негативные тенденции, чтобы ты не высказывал в коллективе, особенно в автономке, какие-то негативные мысли. Вот. И умение держать себя, защищать себя, и в то же время, значит, не делать так, чтобы было больно окружающим. Вот это самое главное. Не раскачивать лодку, что сейчас любят говорить, да? Конечно, конечно, конечно. Ну, это, так сказать, обиходное выражение. На самом деле, я удивляюсь, в общем-то, как мы не то что договаривались. Вот представьте себе, отсек – это половина этой комнаты. Так? То есть, будем говорить, воздушное пространство, остальное там клапана, там оборудование и так далее, да? И вы, и вы, и еще 6 человек, вы уживаетесь в этом деле. Хотя, конечно, ты внутренне закипаешь иногда, когда человек повторяется, когда там и так далее, особенно, вот, дергало то, что третий раз он рассказывает тот же анекдот. Но иногда приходится просто делать. Да, иногда думаешь, ну, ладно, ладно, пускай, пускай расскажет. То есть, вот эта атмосфера, она нам помогала в боевой службе, вот. Несмотря, конечно, на много нюансов, потому что, ну, мужской коллектив, он требует жесткой вертикали власти. Ну, вот мы видим, что вы пришли к нам в мундире с наградами. Хотелось бы узнать поподробнее о них. Расскажите. Ну, во-первых, не мундир, это тужурка. Тужурка? Тужурка. Тужур, это от французского слова, да, тужур. Вот, поэтому, и, собственно говоря, вот эта форма, которую создали, да, она, в общем-то, она наследовала царскую форму, которая была просто потрясающей, со стоящими врачничками, там, то есть, всё. И поэтому внутренность должна соответствовать форме, так? Ну, большинстве своём соответствовали. Были, конечно, как всегда, исключения, но тем не менее. Вот. И мы служили не за награды, не за награды, а мы служили для того, чтобы страна спокойно спала, спокойно встречала утро и знала, что они защищены. Вот. И даже она в нашей маленькой скорлупке трёт 3000 тонн водоизмещения, дизельная лодка 611-го проекта, которая была практически без оружия, потому что мы обеспечивали батискаф, который спускался на глубину до 2000 метров, с двумя акванофтами. Вот. И, как мы смеялись, из оружия есть у командира только пистолет, к которому можно только застрелиться. Это, конечно, хоть и шутка, но она... Ну, да, 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 да. И когда всплывали на зарядку аккумуляторных батарей, недалеко дежурили американцы, вот. И мы смотрели на палубную команду, вот. Тогда это было в ходу-то у нас «Свободу Анжели Дэвис». Да. А мы смотрели, такие раскормленные ходят афроамериканцы, афроамериканцы. И они раскормленные такие, вот, и всё. И они нам показывали разные там всякие нехорошие жесты, вот. А замполит нам запретил, так сказать, с ними как бы ничего и никак. Не поддаваться на провокации. Не поддаваться на провокации, да, да. Мы им там «Привет, там, Люся, ку-ку». Нормально, нормально, нормальная обстановка. И вот в этой обстановке она была напряжённая. Это были 70-е годы, конец 70-х годов. Это была очень напряжённая обстановка. И мы, в общем-то, целом осознавали, что мы – последний барьер, который их останавливает. Расскажите, пожалуйста, вспоминаете ли службу? Встречаетесь со служивцами? Ну, обязательно, обязательно, значит, встречаемся, во-первых, встречаюсь с одноклассниками по училищу. Это каждые пять лет. Проходит в Ленинграде, в Питере. А со служивцами, значит, мы с моим одноклассником служили вместе, вдвоём. Он был моим командиром, а я, так сказать, его подчинённым. То есть он был командир СССН, спецслужбы наблюдений. А я был инженером спецслужбы наблюдений. То есть мы обеспечивали акванавтов батискафе. То есть мы до похода готовили батискаф, да, они приходили только к началу похода. И мы в Атлантике, значит, они спускались на это. Что они там делали, мы тогда не знали, но догадывались. Догадывались, что они там ставят датчики на магистральные кабели связи между американцами и штабом НАТО. Всё это догадывалось, конечно. И вот встречаемся мы с Сашей Челпановым, практически, как только я бываю в Ленинграде, мы с ним встречаемся, идём в ресторан, выпивая наши фронтовые 100 грамм. И идут волной воспоминания. Воспоминания волной, а это, 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 это. Конечно, это здорово. А какое самое яркое, расскажите? А вот яркое, самое яркое, я был лейтенантом, вот, и лодку поставили на, так сказать, навигационный ремонт. Ну, что это, так сказать, поставили в док, и, так сказать, там проверяли все приборы, всё, да-да-да, да-да. Меня вызвал командир дивизиона, там, капитан 1-го раненосов, и говорит, так, поедешь в Севастополь. А мы были в Кронштадте. Я говорю, а что такое? Он говорит, поедешь принимать для дивизиона плавмастерскую. Я говорю, точно там 1-го раненосов, я говорю, поедешь, бери команду, вот тебе 7 матросов, мичмана дадим тебе хозяйственника с береговой базы, мы ее назвали, бербаза, вот, для того, чтобы это, на тебя это не давило, вперед. И вот мы прибыли в Севастополь, 7 матросов, я, и плавмастерская болгарской постройки. Вся документация на иностранном языке. То есть ее надо расконсервировать и внутренними путями, вот, с буксирами, значит, набуксировать в Кронштадт. То есть это практически вот всю, через всю систему, там, и так далее. И, естественно, надо было, вот, как раз это из серии инженеров, да, надо было разобраться с механизмами, их расконсервировать, запустить, и так далее. Вот, и, как это называется, я, в будущем еще неопытным молодым лейтенантом, стал чесать во всех интересных местах и думать, а как же вот тут, 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 тут. А матросы смотрели, смотрели так внимательно, наблюдали, как этот лейтенант из этой ситуации, так сказать, вылезет. Вылез. А вылез только потому, что у меня папа был моторист, да, и он мне кое-что про дизеля рассказал и так далее. Ну, я, в конце концов, разобрался. Двое суток разбирался. Сбросил все там по пояс, жарко. Это уже май месяц. И я, так сказать, думаю, нет, я все-таки докажу, докажу, жал зубы и все-таки сделал. И запустил дизеля, и все, и все пошло как по маслу. И моряки три месяца, пока мы шли, они были идеально дисциплинированы, верили в командира и так далее. Там у нас многие наши выпускники снимались. О, у нас, говорит, все-таки среди нашей среды был командир надводного корабля. Это, наверное, все-таки благодаря папе и его знаниям. Конечно, конечно, конечно. Александр Георгиевич, спасибо вам большое за то, что вы были у нас в гостях. Мы хотим еще раз поздравить вас с вашим профессиональным праздником. И, конечно же, все, кто к нему причастен, дорогие ангарчане, поздравляем вас. И я напомню, что у нас в гостях был ветеран ВМФ. Очень интересный человек, поэт, но об этом как-нибудь в следующий раз, Александр Юрьевич Огорелышев. Да, спасибо большое, что посетили нас. Отличного вам дня. Вам спасибо. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Напомним, что мы сегодня отмечаем День инженера-механика ВМФ. И в связи с этим у меня есть вот такая вот любопытная цитата. Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. Я считаю, что это подходит не только офицерам, но и всем нам. Да, особенно во второй день первой рабочей недели в этом году. Поэтому, друзья, даже если вы ничего не делаете, успевайте делать все. Ну, а с вами сегодня в студии программы «Новый день» были Евгения Калугина. И Павел Мехов. Увидимся. Пока. До свидания. Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Теплый след В душе твоей Новый день Пришел, открывай скорее Гороскоп на 10 января Овер Едва ли кто-то сможет противостоять вам. В любых дискуссиях вы проявите твердость. Уверенно и спокойно будете отстаивать свою точку зрения. Телец Вы будете на пике возможностей и способны взяться за дело любой сложности. Можно смело приступать к домашним преобразованиям. Близнецы В этот день максимально занимайтесь отношениями, разруливая текущие проблемы, отдавая должное давним ожиданиям, невыполненным обещаниям. Рак Спонтанные действия могут принести пользу и удовольствие. Можно делать приобретение, главный подход к которым – оригинальность и экзотичность. Лев Восстанавливайте связи, интересуйтесь делами партнеров и конкурентов. Вы можете получить добрую новость, но одновременно что-то может оказаться сюрпризом. Дева В этот день высока степень тревожности. Вы можете чувствовать себя одинокими. Общение не принесет особой радости. Будет трудно доверять окружающим. Весы Романтичное настроение будет основным в течение дня. Возможны перемены в отношениях. Клирт – служебный роман. Скорпион Ваша деятельность может стать импульсивной и хаотичной. Не усложняйте себе жизнь, хватаясь за новые интересные дела, которые могут стать обузой. Стрелец Стрелец Очень важна разборчивость в знакомствах, поскольку вы будете склонны сближаться с людьми, которые не заслуживают ни доверия, ни уважения. Козерог Делайте более комфортным окружающее пространство. Наводите порядок в шкафах и ящиках. В этот день хорошо все раскладывать по полочкам. Водолей Настроение может быть повышенно критичным, неуемным и въедливым. Все, что хоть в какой-то мере навязывается извне, будет вызывать резкий протест. Рыбы Подходящий день для визитов вежливости и обмена услугами. Контакты будут короткими и необременительными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова